Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Завершились очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею с участием команд региона. Хоккейный клуб Гомель одолел шахтер. Счеты открыл гомельчанин Семочкин во втором тайме. Вскоре представители Солигорска сравняли счеты, команды ушли на перерыв. В третьем периоде хоккеисты Рысей Воронов и Серегин забросили по шайбе. После финальной сирены на табло горели цифры 3-1. После этого матча Гомель занимает пятую строчку в турнирной таблице. Второй представитель нашей области Металлурка держал победу над лидером турнирной таблицы Динамо Молодечно. В первом периоде счет открыли Волки, затем Динамовцы сравняли, но меньше чем. За пять минут до конца 20-ти минутки жлобенчане забросили еще одну шайбу и вышли вперед. Во втором периоде обе команды оформили по голу, а третий получился безголевым. После финальной сирены счет на табло 3-2. Сегодня Металлурк занимает восьмую строчку турнирной таблицы. Прошли поединки 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Мозорская славя одержала техническую победу 3-0. Напомню, это связано с тем, что Минская торпеда прекратила свое выступление в высшей лиге нашей страны. Второй представитель области футбольный клуб Гомель принимал на своей площадке Могилевский Дняпро. Ни одна из команд не смогла свести счет в свою пользу. Матч закончился безголевой ничьей. Напомню, 25-й тур стартует только 19 октября. Это связано с проведением матчей белорусской сборной в квалификации к чемпионату Европы. Прошли поединки в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу. В 23-м туре Светлогорский химик принимал до Молиду. Матч закончился минимальной ничьей 1-1. Ричерский спутник отправился в гости к Микошевичскому граниту. Этот матч также закончился ничьей, однако обошлось без голов 0-0. Поединок Гомельского локомотива и Брестского руха перенесен на 30 октября в связи с участием железнодорожников в отраслевом чемпионате. Закончились матчи очередного тура и в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В пятом туре Светлогорский ЦКК проиграл в гостях столицы 3-0. ВРЗ на своем паркете победил охрану «Динамо» 2-1. А БЧ в гостях у дорожника завоевал победу 1-2. На сегодня в турнирной таблице лидирует столица и БЧ, у них по 13 баллов. Замыкает тройку «Дорожник» с 12 баллами. ВРЗ на пятом месте, а ЦКК на девятом. У них 8 и 6 очков соответственно. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова